В поселениях района продолжаются открытые сессии советов. На прошлой неделе с докладом о проделанной работе перед жителями и депутатами отчитался глава Кировского сельского поселения. Подробности в материале моих коллег. Большая часть отчетного доклада главы Кировского сельского поселения была представлена всем собравшимся в виде фильма, где были озвучены не только убедительные факты и цифры достигнутого, но и наглядно показано, что, где и как сделано. Сегодняшний уровень социально-экономического развития поселения – это итог деятельности администрации поселения, его жителей, комитета территориального общественного самоуправления, предприятия, организации всех форм собственности, расположенных на территории поселения. Основная цель работы, проводимая на основе 131-го федерального закона обучивших принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации, остается неизменной. Это повышение уровня благосостояния населения, создание благоприятных условий для культурного отдыха, занятия спортом, развития предпринимательства, то есть создание комфортных условий проживания. Бюджет поселения в размере более 37 миллионов 200 тысяч рублей израсходован на исполнение полномочий местной властью. В бюджет поселения поступила и премия. За призовое место в краевом конкурсе название лучшего поселения с численностью до 5 тысяч человек в размере 1 миллион 800 тысяч рублей. Самое серьезное внимание было уделено ремонту и содержанию дорог. Очень помогли и средства, поступившие в рамках программы развития сети автомобильных дорог Краснодарского края в размере более 9 миллионов рублей. Дорожные работы по асфальтированию, подсыпке щебнем и грейдированию проблемных участков и тротуаров проходили в течение всего года. Были отремонтированы водонапорные башни в хуторах Беликов и Красноармейский городок. Обеспечивалась бесперебойность работы уличного освещения и наведения санитарного порядка. Глава Славянского района Роман Синеговский сказал, что глава поселения – рачительный хозяин. И здесь все делается на отличном уровне. Это поселение, в котором строятся фонтаны, это поселение, в котором ремонтируются дороги. Обратите внимание, какой въезд у вас шикарный. Это тоже вот работа вашего главы. Я считаю, что это действительно идеальная территория, где и цветам внимания уделяют, и обрезки деревьев, и наведению санитарного порядка, где есть продуктовые магазины, где есть, скажем так, аптеки. Роман Синеговский рассказал собравшимся об основных итогах социального и экономического развития района. В минувшем году большинство бюджетных средств было вложено в социальную сферу, чтобы славянцы комфортнее жили и получали более качественное обслуживание. Затем жители поселения смогли задать вопросы представителям власти, как в письменной, так и в устной форме, о том, что их волнует. Прежде всего, их интересовало медицинское обслуживание. Был вопрос о том, будет ли терапевт в селе Погорелово, а ответили на него главный врач Центральной районной больницы и участковый врач. Дмитрий Александрович, врач-терапевт положил? В селе Погорелово никогда не было терапевта и не будет, в принципе. Там у нас работает фельдшер. Фельдшер находится в декретном отпуске до июля 2020 года. А до этого всех жителей села Погорелово принимают здесь в амбулаторе, здесь терапевт есть. Будет фельдшер, она будет планировать вас. Вы пойдете, все вызыва передаются сюда в регистратуру, и я их обслуживаю. Когда будет сделан ремонт ФАПа в хутор Красноармейский городок? Значит, мы вот буквально сегодня проводили совещание. В этом году мы решили туда поставить новый ФАП. Эти вопросы, а также другие, которые касались актуальных проблем жизни поселения, были поставлены на контроль для их изучения и дальнейшего решения. Работа главы Кировского сельского поселения на сессии была признана удовлетворительной. Уровнем благоустройства жители в целом довольны. Придаем значение очень большому благоустройству. И большое значение придают наши жители. Они уже привыкли не бросать мусор, убирать, если привезли струй материалы. В общем, я хочу сказать, что жить здесь нам хорошо. И главное, чтобы это понимали и наши дети, и наши жители все. И всего всем желаю всем здоровья. Вся работа, связанная с благоустройством, это прежде всего работа главы. Он у нас нацелен на все то, чтобы сделать благоприятным проживание и жителей, и жителей на хуторах, и центральных. И то есть нет увязки, допустим, сделать центр, а окраины нет. Доходим по везде, по всем объектам и по дорогам, тротуарам, детские площадки, освещение. Как говорят, дорогу осилит идущий. Поэтому в Кировском сельском поселении и в нынешнем году запланировано много хорошего в части благоустройства. Здесь умеют держать марку поселения на должной высоте. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа События.